Сила в свободе, в правде, в вере во все это. Вообще, сила в том, во что ты веришь. Вот, наверное, Путин верит в деньги, его сила в деньгах. Я верю в свободу, моё дело в свободе. То есть, наверное, сила в том, во что ты веришь. В правде. Она может быть разной, но в правде, потому что можно быть побитым, можно быть избитым. Тебя могут хейтить, тебя могут гладить по головке. От любви до ненависти, блядь, один шаг. Ты сегодня охуенный парень, Дудь, и сегодня тебя смотрят миллионы. Завтра ты где-то в чём-то чего-то оступился, причём не из-за того, что ты хуёвый, из-за того, что просто так вот обстоятельства сложились. Или где-то ты борщинул, или где-то ты, наоборот, не борщинул. И всё, те, кто любит тебя, захуячат первым делом. И у тебя будет миллиард людей, которые будут писать то, что ты конченый. Но большая часть твоих людей, которые на тебя смотрят, и которые искренне, ну, которые тебе симпатизируют, да, и они видят в тебе не просто какого-то чувака, который там просто берёт интервью, а что-то больше, что-то больше, что-то глубже, они никогда не переобудятся, Юра. Они всё равно будут смотреть, они будут получать удовольствие от твоей работы, и даже на фоне всего хейта, который будет в твоём отношении, это те самые люди, которые будут смотреть и говорят, да пошли вы все нахуй. Вы дальше отвалитесь, а у Юрка будет всё классно. Вот и всё. Получается, я сейчас должен дать какой-то крылатый ответ, который бы перебил фильм «Брат». Вот, но крылатого ответа у меня не получится. Я скажу так, сила в адекватности. В «Правде». Ты фильм «Брат 2» любил? Нет. Я увидел, но это я просто так сказал первое, что пришло на ум, потому что, когда правда за тобой, мне кажется, что ты сильнее всех. Сила в движении людей навстречу друг другу. Вот у нас сейчас очень много сделано для того, чтобы разъединять людей. На это направлены и внешние процессы, и внутренние процессы. Там все такие разные, разные конфессии, разные политические партии, там тупо даже эго. Очень большой будет шаг вперёд, очень большой будет… Все мы получим разом большую силу, когда мы начнём двигаться навстречу друг другу, разговаривать с друг другом, забывать про эго, разговаривать с друг другом, несмотря на то, что мы, допустим, с разных сторон баррикад, из разных политических блоков и так далее. В этом это будет большая сила. Я сегодня уже задевал это. В счастье, мне кажется, сила. Но вот это единственный индикатор, который, навигатор наш, который может нас провести по жизни. Ты должен вот за него держаться. Если ты чувствуешь, что вот здесь, в данном месте, в данном времени и с данной деятельностью, с данным человеком тебе, ты счастлив, значит, ты двигаешься в этом направлении. Независимо от того, чего тебе это стоит, с какой тебе работой надо будет уйти, куда переехать. Надо двигаться за счастьем, сила в нём. Если ты счастлив, то всё получится. А если с человеком несчастлив, то расставаться? Да. Расставаться, уходить. Если ты несчастлив в городе каком-то, уезжай из него. Если ты несчастлив на работе, уходи завтра, не оглядывайся. Надо уходить от всего и двигаться за счастьем. Сила в правде, да. Я думаю, что это на самом деле серьёзный ответ. О, он запрещён у нас в программе. Почему? Но он слишком часто встречается. Слишком часто встречается. Но я думаю, что вот сила как раз в том, что вы понимаете, что вы делаете правильные вещи. Сила в том, что вы знаете, что вы не обманываете себя, что вам не стыдно смотреть в зеркало по утрам. В оригинальности, может быть? Ты же у комика берёшь. Для нас всё-таки важна оригинальность. Давай мы скажем, что сила в любви. Это практически то же самое, что и в правде. А почему это то же самое? Я имею в виду любовь в глобальном смысле, любовь к человеку, к людям. Допустим, если представить, что Иисус Христос – это реально исторический персонаж. И вот эти все люди, которые решили его казнить, которые испытывали к нему ненависть, он вместо того, чтобы испытывать ненависть в ответ, он их простил. Потому что они не понимают, что творят. И он сильнее был их. Он их любил даже, несмотря на то, что они его ненавидели. Поэтому, я думаю, что сила в любви. Сила в свободе. В свободе принимать свои собственные решения. Я дам такой идеалистический ответ. Я думаю, что сила, наверное, в знаниях. Сила в… О, господи. Наверное, в любви. Я думаю, что в любви. В чем сила? В преодолении. Сила. Преодолевать трудности – вот это сила. И вот смотри. Нет же такого, что каждый должен отвечать по-новому. Ты смотришь выпуски и такой, так, это уже говорили. Нет. Я считаю, что не дураки снимали фильм «Брат» и писали. Поэтому я тебе уже сказал про свой принцип до твоего вопроса, между прочим, про честность. Поэтому, если ты говоришь правду, то не о чем дальше говорить. Ну, то есть, в правде. Ну, ты же в правду сказал. Ну, ты можешь не нравиться. Я же не нравлюсь людям из-за правды. Из-за своей гомофобской какой-то правды. Или еще что-то. Хейтера весь. Ну, я же такой же. И я не собираюсь одевать маску и говорить. Ладно, друзья, я больше не гомофоб. Я теперь по-доброму шучу. Я – это я. И это правда. Наверное. Ну, честность. Давайте силы в честности. Это тоже самое, что правда? Нет. Тогда в честность. Быть честным. Перед собой. Сила в искренности. В любви. Да. К родным своим. К работе, к своему делу. К стране своей. К родине. Если в тебе очень много любви, то ты вообще непобедимый. Сила в нравственности. Ну, не в том смысле, что человек высоких моральных принципов победит, и он силен. А в том смысле, что когда вообще весь мир, вся цивилизация синхронизируется в основных понятиях нравственности, добро и зло, то именно тогда цивилизация расцветет. Это будет совсем не скоро, но это случится. Еще второй ответ, и это правда, это сила в деньгах, блядь. Вот. Если просто можно по-разному подойти к вопросу, вернее, к ответу на него. Вот я выбрал вот этот, потому что именно так мне больше нравится значение самого вопроса. А на самом-то деле, как видно вокруг, сила — это как раз в материальных вещах. Ну, глобально это так. Будет банально, но вот это, наверное, единственная моя хорошая черта. И вот, наверное, сила для меня в ней. Сила в доброте. Типа, как сказал один артист, жизнь — это куча хуйни, которая просто случается. Вот. И вот хочется, чтобы мы были чуть добрее друг к другу. И, может быть, эта куча хуйни перестанет быть кучей хуйни и станет кучей ромашек. Мне кажется, во внимании. Вот. Во внимании. То есть там, где твое внимание, там появляется сила. И она может быть разной. Просто потому что ты можешь в эту сторону пойти, в другую сторону пойти вниманием своим. Но там, куда ты направляешь внимание, там всегда начинает появляться сила. И эта сила может быть разрушающей для тебя или, наоборот, созидающей. В развитии. Ну, наверное, в эмпатии. В способности испытывать эмпатию. В способности развивать свой эмоциональный интеллект. Ну, в эмпатии, да. Ну, на самом деле, мы это уже как бы проговорили. Ну, сила в правде. И, на самом деле, ну, то есть сил, наверное, много в чем. Но, безусловно, в правде сила. И я верю в то, что она, как бы, все-таки восторжествует. А правда существует? Да. Мне очень смешно, как бы, все эти вот, знаешь, как бы, когда мы говорили с Кристиной Потупчиком, она там постоянно, как бы, пробрасывала что-то про постправду. Мне это, как бы, это как новая искренность. Ну, как бы, мне не очень понятно. Но есть искренность, есть правда. Вот, как бы, как это может быть постправда, там, доправда. Это очень удобная, как раз, вот такая, знаешь, стратегия всяких кремлевских медиа, там, вот этих бесконечных фабрик, да. То есть, как бы, вот, вот навести максимально тень на плетень, да, там, вот, как бы, замутить воду так, что там вообще ничего не было видно. Типа, нет правды, все врут. Или вот есть какая-то постправда. Да ни хера подобного, как бы, есть правда. То есть, вот, я тебе вру или нет? Ну, хочется верить, что в правде, а не в силовых структурах. В чем сила, меня спрашивает человек с татуировкой Данила. Ты знаешь, чем дольше я живу, тем больше прихожу к выводу, что сила в милосердии. Сила в милосердии. В боге. В чем сила? Сила, мне кажется, в том, что ты продолжаешь долбить. Ну, то есть, как бы, вне зависимости от того, получается или нет, вне зависимости от того, что тебе говорят люди, ты учишься и продолжаешь делать свое. То есть, ты упорством и развитием способен, в принципе, любые города свернуть, я уверен. В мотивации сила. В уверенности, в том, что надо это делать дальше. Я думаю, сейчас сила в... не только свободе, да, а сила в преодолении вот этого внутреннего страха. Не только выйти куда-то, но и страх, что ничего не получится. Страх, что все, Лукашенко останется еще. Это нужно преодолевать и нужно продолжать сражаться. Вот сила — это в том, если вот этот внутренний страх перебороть, я думаю. Сила, конечно, в правде. Это, извините за банальность, такое, что это в правде и в уверенности в себе. В правде, в любви, в красоте — сила. В красоте? Да. Эстетика — мать этики, сказал Бродский. В любви. Думаю, в правде. Ну, хорошо. Как сказать еще? Сила — это сила внутри. Да? Сила в каждом человеке. Она никогда не вовне, она в тебе. Все остальное — это уже пространство для спекуляций. Сила? Ну, я думаю, на самом деле, вот, как я и говорил, въединение. То есть я командный игрок, мне нравится, когда что-то объединяется. Это даже неважно, люди объединяются или что-то внутри у тебя. Ну, то есть единство какое-то. Но не в любви. Не в любви? Слишком красиво? Да слишком, блин, книжно все тут у тебя про любовь какую-то. На этом моменте у меня очень сильно заурчал желудок. В идее, наверное. Идея — это очень сильная штука. Когда она тебя заражает, ты можешь пособенно многое. Сила в честности. Когда, допустим, если ты абсолютно честный и открытый, с тобой невозможно ничего придумать, как сделать. Поэтому то, что с Навальным происходит, да, они найти-то ничего не могут и придумывают всякую хуйту вокруг него. Потому что у него там реально не к чему прицепиться. И он, ну, может быть, по молодости, там, ему какие-то ошибки. Сейчас-то он уже точно их не даст повода обвинить себя в чем-то. Так что будь честен и все, ничего не бойся. Любви. В осознанности. Ой. Сто процентов. А что это, можешь сказать? Да, когда ты понимаешь... Так, чтобы это не звучало, как будто мы попали на лекцию по успешному успеху. Да, я понял. Ну, для меня осознанность — это просто вот в какой-то момент я подумал. Так, вот ощущение себя вот в точке, ну, в пространстве, во времени, где я сейчас нахожусь. И как только ты это понимаешь, ты как будто такой, а, вот, все, вот я чувствую эту силу. То есть я куда я двигаюсь, что позади. То, что позади уже прошлое, я о нем... Мне не надо о нем думать сейчас. Мне не надо себя им корить, даже все эти ошибки, которые я совершил. Это уже прошлое, плевать. Будущее. Вот я думаю о будущем. И мысли о будущем, о движении, они мне придают силу. И история на ночь — это наша передача, она о будущем. Потому что мы просто идем по каким-то опорным точкам прошлого, но мы всегда там говорим о будущем. Потому что в этом, в этом главное, главное — движущая вообще энергия. В знаниях. Сила в мягкости. Если ты чего-то очень сильно хочешь, то нужно... Вот я для себя, конкретно я для себя сейчас желаю одной участи. Научиться принимать, когда тебе говорят «нет». Научиться верить в то, что... Не обязательно давить. Не обязательно нажимать. Не обязательно переть, как танк. Я этого пока не умею. Это все про то, как мы строим мосты и как мы умеем через эти мосты переходить. Я пока не умею и очень надеюсь, что до конца моей жизни у меня получится этому научиться. В знаниях. В Боге. Вся сила у него. Сила в идей. В чем сила? В старании. Каждый человек, который старается, прав. А можно в двух моментах сказать? В любви и не в одиночестве. В неодиночестве, вот. Сила в идее и в команде, в окружении. Это прям сила. Потому что когда есть идея, а когда нет идеи, просто больше похоже на существование. То есть, а когда у тебя есть идея, ты очень силен. Если у тебя еще есть команда, которая тебя поддержит в этой идее, тебя вообще не остановить и тебя никогда не остановят. В любви. В искренности, наверное. В искренности и в балансе. В балансе? А что это значит? Это вот как раз о чем я тебе говорил, что, на самом деле, когда ты начинаешь ценить свою обыденность, ты как раз и обретаешь, скорее всего, вот этот баланс между своими желаниями с тем, что ты вывозишь. Ты начинаешь находить комфортную середину, когда ты понимаешь, что твои желания, допустим, гораздо выше твоих возможностей, но это тебе больше не особо-то и парит. Вот это и есть какой-то такой жизненный баланс, такая внутренняя умиротворенность, потому что я от этого страдаю тоже, понимаешь? То есть я такой человек, что я такой, блин, вот это надо, вот это нам надо, и вот это нам надо, и вот это нам надо, и нам все надо, а у нас ничего нету. И мне надо, а я ничего не умею. Ну и вот иногда, когда получается ловить вот эти моменты, даже в депутатском, когда мы с Настей и с мамой, и с папой там сидели на кухне, такой, ты не надо нам ни хуя, нормально же все. Ну, мы же работаем, мы же, ну, мы оба пытаемся сделать себя как личности отдельной лучше. Да и вроде как и с мамой нормально поговорили, и с отцом. Вообще нормально. В балабанове. Да пускай будет банально любви сила. Ну, ни с чем не припутаешь. Любовь, когда испытываешь, ну, типа, к чему-либо, к делу, к своему партнеру, к друзьям, к близким, оно и ведет и вперед, и там ты в комфорте. Остальное все хуйня собачья. Сила – не сила, правда – не сила, истина – не сила. Любовь – сила. В информации. У кого информация, тот сильнее. Кто умеет управлять информацией, тот сильнее. Ну, это глобально. На персональном уровне другой ответ будет. Какой? Стойкость, ну, выдержка – вот такие вещи. Я не знаю, в чем сила. Я не думаю, что… Я не знаю. Вот, получается, мы говорили уже о новом поколении, которое вот идет, и мне очень нравится их философия. И новое поколение, кстати, в белорусских протестах же тоже очень большую роль сыграло, потому что вот мое поколение, оно привыкло на какое-то действие, на насилие отвечать, ну, не насилием, но тоже каким-то действием. Они отвечали вот каким-то, знаешь, вот принятием, вот каким-то таким буддийской какой-то философией. Они тем, что они на это не отвечали, они оттеняли и, наоборот, подчеркивали вот этот весь ужас, который происходит. Поэтому, мне кажется, сила, она какой-то, не знаю, там, в принятии, в любви, в ощущении того, что ты делаешь правильно и в то, что ты веришь в то, что ты делаешь. А все вот эти вот моменты, они противоестественные какие-то, болезненные, они сами по себе тупиковые и они не имеют будущего. Поэтому просто сила в том, что ты любишь жизнь, любишь себя, своих близких, любимое дело, веришь в это все. И веришь в то, что ты поступаешь правильно. Нет никакой силы. Нет никакой силы? Нет никакой силы. Сила — это агрессия. Агрессия не ведет ни к чему хорошему. Желание творить. Когда ты боишься, но ты делаешь. О, в правде, наверное. Это что-то из брата, наверное, да? Сейчас брат как-то совсем плохо цитируется. Давай-то переиграем, потому что я быстро ответил. Я хотел сказать в правде, в том, что в контексте того, что вот я сейчас говорю и с тобой сегодня говорил. Пост сегодня, кстати, сделал и на днях я заявлял. Мне кажется, вот это очень круто сказать, что ты думаешь. Вот. Мне кажется, это и есть сила. Просто как говорил один из наших героев, Вася Сигарев, режиссер, что правда у каждого своя. И поэтому у Путина своя пара. Это его цитат, я тестирую его. И просто есть гипотеза, что это привело ко всем. Ты мне дал чуть больше времени поразмыслить. А давай, помысли. Отвечу. В чем сила? Я считаю, в семье. Вот прости. Это может быть даже однополый брак. Но это все равно же семья какая-то. Я не говорю, что пятеро по лавкам. Но это какая-то ячейка общества. Как она там? Первоначальная ячейка? Или какая уж она там? Первичная ячейка, как нас учили коммунисты. Мне кажется, семья — в этом сила вся. Если нет какой-то вот этой семьи, тогда силы негде найти. Сила в понимании причинно-следственных связей. Я думал над этим вопросом и решил сказать вот так. В понимании, что если ты что-то делаешь, за это что-то приходит. В ответственности и радости. Во внутренней убежденности. Если ты во что-то искренне веришь, если у тебя есть действительно твердая внутренняя мотивация, тебя ничто не свернет с пути. Это наделяет тебя огромной силой. Если ты убежден в своей моральной правоте, это наделяет тебя огромной силой. Но, кстати, есть нюанс. Потому что у этой силы есть как темная, так и светлая сторона. Почти как в силу в правде. Это правда. Потому что твоя внутренняя убежденность в том, во что ты веришь, это не всегда может быть хорошо. Если ты веришь фанатично в какую-то чушь, а не там, да, человека ненавистническую, то твоя сила становится разрушительной и злобной. Но если ты веришь в какие-то добрые, хорошие идеалы, то твоя сила становится созидательной. Поэтому всегда очень важно как-то сверяться с этим внутренним маятником. — А как это делать? Человек, который начал войну в Украине, тоже сверяется со своими маятниками? — И, кстати, у него тоже наверняка есть внутренняя убежденность. — Сто процентов. — Именно поэтому на его стороне тоже есть сила. Это тоже надо понимать. Именно поэтому очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые могли указать на твои ошибки. Главная проблема в Путина, как и главная проблема любого диктатора, который находится так долго у власти, рядом с тобой в какой-то момент не оказывается людей, которые могут тебе сказать, слушай, ты не прав, ты заблуждаешься. Вот то, что ты делаешь, это не про созидание, не про добро и не про свет. Чувак, ты войну развязал. Посмотри, сколько людей погибло. Что ты творишь? Не надо так делать. Рядом с Путиным, очевидно, нет таких вещей. Мы видели заседание Совета Безопасности, на котором все блеяли там, да, и под строгим взглядом Путина терялись, не знали, что сказать. И это очень ярко проиллюстрировало, как сегодня работает система власти в нашей стране. Рядом с Путиным спустя 22 года не осталось ни одного человека, который мог бы ему сказать, Владимир Владимирович, вы не правы, нет таких людей рядом с Путиным. Очень важно, чтобы рядом с тобой всегда были такие люди. В правде. Ну, я не знаю, Юр, в чем сила? Сила… Ну, иногда она в слабости, в уязвимости, в трогательности, в честности, в людях, которые находятся в тотальном меньшинстве. А у них, тем не менее, есть сила. Сила вот есть у этого Алексея Горинова, которого посадили на семь лет за то, что он называл войну войной. Это сильный человек, и в том, что он сказал, и в том, с каким мужеством он встречает этот чудовищный приговор, в этом есть сила. Ну, в любви. Почему? Ну, как… Воля без любви способна на страшные вещи. Образование без любви не приводит, наверное, к правильным решениям интеллекта. Без любви тоже какая-то холодная машина. Ну, такая… В общем, как-то вполне себе евангельский ответ у меня. А что? Блин, оказалось, что гость… Я не видел этот выпуск, но мне сказали, что гость Масяни уже так ответил, как я бы ответил. Но я реально считаю, что… В чем сила, подразумевает, что сила – это круто. Я не понимаю, почему сила должна быть круто. Та сила, с которой я сталкивался, как правило, это было не круто. Если вопрос, как бы, в чем круть – в свободе. В доброте. Сила в юморе. Сила в смехе. Смех разъебет зло. Наверное, я как человек, который ведет программу «Фейкнесс», должна сказать правде. Но… В любви друг к другу. И в солидарности какой-то. Я могу объяснить, как у меня появился этот ответ. Я, когда была в Беларуси в 2020 году, я увидела то, чего я никогда не видела в России. Реально. То, как люди любят друг друга. И это, блин, удивительная штука. Очень банальная, да. Но то, как они себя там оберегали, как они оберегали друг друга, как они любили друг друга, и как они затянули меня в это тоже. Там всячески. Меня это поразило. Хотя это какая-то супер банальная вещь. Ну, вообще. Ну, в смысле, как бы, любить друг друга. Но, оказывается, это очень важно. И… Я просто иногда смотрю, что сейчас происходит, даже на фоне войны, когда просто нам всем, в том числе, там, да, уничтожают жизнь, там, да, там, кто-то уезжает, кого-то сажают. Ну, то есть… И все равно, блин, все готовы друг друга перегрызть. И это прям меня… Я иногда просто закрываюсь. Так, блин, нет, все. А сегодня день без соцсетей. Вот. Поэтому я так, наверное, отвечу. Знаете, я думаю, что все-таки смерть на стороне демократии. Когда-нибудь люди, развязывающие войны, уйдут, и на их место придут те люди, которые знают, какой это ужас. Я очень на это рассчитываю. В этом смысле смерть на стороне демократии. И вторая вещь – ничто бесследно и ничто безвозмездно, вот не в смысле денег, а возмездий, не проходит. И вот я знаю, что, например, ну, Петровский, ну, директор армитажа Петровский, сказал, что народы самореализуются в войне. Ну, то есть такой людоед любитель. Говорит, что народы реализуются не в труде, ни в любви, ни в сексе, ни в художественном творчестве, ни в написании книг, ни в строительстве домов, да? Ни в футболе и даже в хоккее. Они самореализуются, народы, в войне. Другой деятель, рядом с ним, ну, патриарх Кирилл, говорит о том, что убийство – это не грех, если во имя Родины все грехи будут прощены. И я вот представляю себе и думаю, вот придут они все на эту рождественскую службу, встанут со свечками, и я задам им один вопрос. «Слушайте, вам Христос не мешает?» Ну, вот в вашем, в вашем служении. А Он в это дело вмешается. Провидение вмешается в судьбу этих людей, которые обрекают своих соотечественников на смерть в неправедном бою. В возмездии, вот сила, вот в этом, безусловно. В возмездии в новом поколении, вот в этом. Сила, она и в правде, и в честности, и в справедливости. Но на самом деле эта штука такая, получается, очень ситуативная, если задуматься. Иногда сила в том, чтобы крикнуть громче всех, или громче всех залезть и что-то сказать. Иногда она, наоборот, в том, чтобы промолчать. Иногда она в том, чтобы… Иногда она в сострадании, да, и в возможности понять, простить и принять. А иногда она в том, чтобы никогда и ни за что не забывать и не прощать. Бывает так, что сила в том, чтобы взять на себя ответственностью, сказать, я здесь главный, будет по-моему, я здесь все решаю. Я знаю, как правильно, да. А иногда сила в том, чтобы принять тот факт, что есть вещи, которые больше тебя. И вот, видимо, получается, что сила она в том, чтобы различать эти ситуации и уметь быть разным, но при этом цельным. Ну, и в любви, конечно. В свободе. Кто свободный, тот и силен. Внутренне желательно, главное. Может быть, и внешне хотелось бы. Но не у всех получается. Быть свободным внешне? Конечно. Ну, то есть, Алексей Навальный свободный. Даже в ШИЗО, даже в тюрьме и в тюрьме. Там, я не знаю, много людей… Да по большому счёту сейчас Россия – это одна большая тюрьма. Есть люди, которые свободны в ней. Есть люди, которые свободны за её пределами. Свобода внутренняя. Верить в то, что можно эту свободу обеспечить другим и себе в будущем, своим детям. Это важно. В этом сила. Я думаю, что в идеале надо додуматься или дожить до того, чтобы сила была в милосердии. Потому что это даже выше правды и, кажется, даже выше свободы. И это то, что вот сейчас нам надо вырабатывать в повышенных дозах. В принципах. В отстаивании принципов. Скажем так, уточню. Если можно сказать два слова – в отстаивании принципов. Сила – это не мой конструкт, я не знаю, в чём сила. Сила… Я думаю, что сила всё-таки в добре, в вере, в добро. Бог есть любовь. Любовь спасёт. Да. Мы с Антуаном монтировали фильм «Мать». Дело происходило в Швейцарии. Антуан – это российско-швейцарский… Антуан – это прекрасный российско-швейцарский режиссёр, который сейчас снял прекрасное кино. Называется оно «Праздники». Это ужасная и интересная тоже концепция. Там фильм, он состоит из… Всех наших праздников. Он просто тупо отмечал праздники с людьми. Он просто приходил, и сегодня такой праздник. Классно, снимаем. И он так прожил год. И как бы праздничный год России предвоенный. И там всё заканчивается уже окопами. И это… Это классное, ужасно интересное, ужасно точное такое, знаешь, новый дикюстин – исследование России. Мы с ним сняли фильм «Трансформатор», потом «Мирная жизнь», «Мать». Вот, а потом я стал работать с Расторговым, а он стал рожать первого ребёнка. Штука в том, что когда мы делали «Мать», мы её монтировали, я помню эту кухню, где-то там в Швейцарии, в Женеве, что ли. Потому что он швейцарец, и надо было по условиям договора, что-то делать там. Я на кухне вижу магнитик. На нём написано на латыни «Омния Винцет Амор». Возможно, я прочитал неправильно. Но у меня этот магнитик потряс. Я как бы понял, что вот это мне, ну как бы, как это назвать, послушание, которое я должен следовать за этим магнитиком, примагнититься к этим словам. Там всё побеждает любовь. И мне это очень трудно даётся. В прошлой жизни, которая была до 24-го, я, в общем-то, потерпел фиаско и как бы жил как-то глупо и бестолково, и, в общем-то, стыдно за ту жизнь. Сейчас началась новая. Надо стараться и надо идти вот за этим магнитиком. И это ответ на твой вопрос – в чём сила? Самая главная сила – это любовь. И она побеждает всё. И поэтому у меня Винсетамор. Сила в том, чтобы найти своё место. Найти себя, найти своё место. Мне так кажется. Как ты думаешь, ты нашёл себя? Угу. Железно. Отвечаю утвердительно. Ну, конечно, в любви. А в чём ещё? Она нас ведёт, она нас держит. Она даёт нам смысл. Это самое сильное, что вообще есть и бывает. Так что о любви. В чём сила? В любви. Всегда в любви. Единственное, что дало сейчас силы пережить всё, даже страх – любовь. Я вот, когда боюсь, что Лена умрёт, меня ничего в жизни не утешает в этот момент. И тогда я просто вспоминаю какую-нибудь одну маленькую секунду из того, что уже было. И думаю, ну, даже смерть этого не отменит. И засыпаю. В чём сила? В воображении. А нереально ответить на этот вопрос. Потому что в каждом разное. Допустим, в семье сила в любви. Для меня, если ты спрашиваешь Никиту Задорова как игрока НХЛ, для меня сила в победе. Как спортсмена, как хоккеиста. А как человека? Как человека, я думаю, сила в возможностях, которые тебе даёт мир. В свободе. Слушай, очень смешно. Я же не знаю, чего ты будешь спрашивать на интервью. Единственный вопрос, который ты всем задаёшь – это в чём сила. Я говорю, Илья, о чём ты сказал Юрия, когда он спросил бы, в чём сила? Я говорю, сказала бы в эмпатии. Он такой, нифига себе. А он бы тоже сказал в эмпатии. Мы с ним переписывались, обсуждали, и он про это сказал. Он такой, вау, нифига себе. Если бы мы об этом не поговорили, это было бы просто бинго. Не сговариваясь, мы бы сказали это слово. Но сейчас, так как мы уже с ним поговорили, уже неинтересно это слово просто говорить. Вот, и я… Я не знаю, но типа… Честность… Давай будет честность тогда, если он сказал эмпатия. Если он не сказал, пусть будет эмпатия. И финальное. В чём сила? В эмпатии. Политическая? Как вам больше хочется ответить? Сила политика в том, что он попадает в резонанс с обществом и умеет в той или иной степени, если он хороший политик, очень большой, используя эту волну, направить её отчасти в пределах возможного, желательном ему направлении. Вот так. Сила в том, что ты чувств… Если в политике… Сила в том, что политика в том, что он чувствует поток и знает, как этим потоком пользоваться, а иногда слегка рулить. Слегка. Там возможности ограничены. А в общечеловеческом смысле? Слишком глубокий философский вопрос. Лучше спросить какого-нибудь мудреца из буддийского храма. Он скажет, что труднопонятное и подлежащее 253 интерпретациям. Я так не умею. А какой самый популярный? Думаю, что это, скорее всего, в любви. Вот это самый хороший ответ. Хотя любовь переоценена. Переоценена? Да. Объясни. Любовь – это такое, на самом деле. Это как-то возвышает, но это все равно… Это несозидающее чувство. Да ну. Да, любви недостаточно всегда. И от этого можно делать всякое. Вот, например, у меня собака есть. Вот она лежит рядом со мной. Вот голова у меня на плече. Я испытываю… Я не знаю, что такое любовь, но мне кажется, это оно. То есть я вот лежу, и я понимаю, насколько мне это чувство нравится, и насколько мне его недостаточно. И когда меня лишат этого чувства, я пойду на безумство. Это не очень хорошо. Бывает же и по-другому. Любовь может аккумулировать какие-то другие в тебе вещи. Если брать… Акциину и волю… Среди других чувств там зачастую это лучше, чем там другое. Но вообще глобально… Глобально, знаешь, что хорошо, когда штиль. Да, да, это вообще тогда человечество обретет покой. И тогда не нужно будет ни искусства, ничего, ни разговора, ничего вообще не нужно. Но будет скучно. Не будет. Тебе будет достаточно, что ты вот сидишь, и ты вот… Я не знаю это чувство, но звучит, как будто тебе ничего не надо будет. Ну, конечно, Юра, сила в любви. Но сегодня хочется, знаешь, что сказать? Что сила в прощении. В прощении не только, когда ты прощаешь, а когда ты еще просишь прощения. В этом сила. Сила в уважении друг к другу. Потому что, если ты уважаешь друг друга, ты будешь совсем по-другому выстраивать свои отношения. Уважающийся человек не будет там без очереди вклиниваться, не будет какими-то нелегальными и запрещенными приемами себя проталкивать. Вот почему мне повезло, и моя профессия мне так нравится, в моей жизненной карьере никогда мне не пришлось кого-то обидеть, чтобы продвинуться вот в этой иерархии, да? Или там вот как-то за счет кого-то выехать. Я всегда старался вот это свое уважение использовать. И я считаю, что сила в уважении друг к другу. В любви. Очевидно, что так. Разовешили? Ну, это… Ну, то есть для любого христианина, мне кажется, что любовь – это важнейшая вообще вещь, через которую нужно жить, вот, которая дает наибольшее количество благ, создает наибольшее количество добра и хорошего в этом мире – это любовь. Вот. И в любви, так или иначе, сосредоточена сила. Вот. И во многом за любовь Бога-человек, наш Спаситель, пошел на крест. Вот. И это, ну, важнейшая, сильнейшая, мощнейшая вещь в нашем мире. Я думаю, что сила в желании. Потому что… Потому что, когда у меня было искреннее желание, вместе с ним добавлялась какая-то огромная сила. Мне важно сказать, что желание – это и страшная сила. Ведь… Бля, мне так важна эта мысль, и я так боюсь неправильно ее сказать, что никто… Никто не может отобрать у тебя желание. Вот я к чему хочу сказать. И в те моменты, когда ты чувствуешь какую-то безнадежность и страх, тебе кажется, что все, что ты делал, все решения, которые принимал, неправильные, мне кажется, важно вспомнить, чего ты в этой жизни по-настоящему хотел или желал. Желал так… Вот давай вот просто… Ты хотел эту булочку с сахаром так сильно, и надо вспомнить, как ты встал к кровати, думая о булочке с сахаром. И за эту ниточку этого желания схватиться. И понять, что нет ничего важнее, кроме этого. Когда у человека нет желания, жизнь на этом заканчивается. И мне кажется, пока есть желание, есть жизнь. Вот как мне кажется. Сила в регулярных спортивных нагрузках. И выносливость тоже. И финальное. В чем сила? Сила? Ну, как в регулярных тренировках с резиночками. В планочке, турничке, отжиманиях и приседаниях. И дух должен быть ясным, чистым, сильным. Как-то так. В совокупности. Сила? Сила в любопытстве. Ну, так сказать, хотелось бы сказать словами Бодрова, но в вере. Хотелось бы сказать словами Бодрова, но не скажу. Поэтому скажу в вере. Вы не про религию? И про религию тоже, но вообще в вере в более широком смысле. Очень многие вещи ты не можешь доказать. Очень многие вещи ты не можешь объяснить. Ты либо веришь, и тогда у тебя есть шанс победить. Либо не веришь, и тогда ты точно проиграешь. Вот для меня сила в вере. Я верю, что мы победим. При моей жизни. Я думаю, что сила в памяти. Мы все-таки такой человеческий вид, который ею обладает довольно развито. Мы не просто запоминаем кормушка, и куда надо вернуться в конце вечера. Мы все-таки способны помнить, кто мы, что было с нами вчера, позавчера, десять лет назад, сто лет назад. Мы способны помнить, кто были наши родители, кто была наша бабушка с дедушкой. Мы способны понять, что мы не первое поколение, которое живет на земле. Я знаю, что мы продолжаем не извлекать никаких уроков из истории. И история по-прежнему учит тому, что ничего не учит. Но я верю в человеческую память, как в то, что скрепляет человечество и не дает ему развалиться окончательно. В открытости, в принятии всего. Субтитры сделал DimaTorzok